Футболисты Амкара В Перми состоялся третий этап чемпионата Приволжского федерального округа по мотокроссу. За награды боролись полсотни гонщиков из 10 городов Урала и Поволжья. Мотоциклы были поделены на 6 классов в зависимости от объема двигателя. Это был последний этап чемпионата. По его итогам окончательно распределились места в табеле о рангах. И отрадно, что первое командное место в общем зачете осталось за пермяками. Уже два года мы делаем ставку только на своих спортсменов, на пермских, представителей клуба Нортон Юниор. И надо сказать, что они нас не подвели, показали очень высокие результаты. То есть мы видим здесь, что наши ребята показывают лидирующие места. Хочется верить, что в будущем наши ребята покажут еще большие результаты. В некоторых категориях борьба за золото разворачивалась исключительно между пермяками. Как например в классе 125 кубических сантиметров. Здесь Денис Гагелев опередил своего партнера по команде Константина Абрашева. Я ставил задачу, чтобы приехать как можно ближе к первому месту. Получилось у меня второе место. Надо ближе к поворотам полежать. Из поворота. Вот моя главная ошибка. Так, все. У сперника лучше это все получается. На следующий сезон попробую первым выйти. В остальных классах первенствовали пермяки Ярослав Краев, Алексей Панков, Антон Зубрилов и Александр Каковякин. Лишь одно золото досталось неприкамскому гонщику. В классе 65 кубических сантиметров победил Дмитрий Солянников из Стерли-Тамака. Нет предела человеческим возможностям. Это в очередной раз попытался доказать известный прикамский стронгмен Алексей Медведев. Во всемирный день сердца он решил сдвинуть с места автовоз с машинами на борту. Общим весом порядка 30 тонн. В прошлом году он проделал то же самое с грузовиком чуть полегче. 27 тонн. Перед новой попыткой сдвинуть рекордный вес обязательная процедура общения со зрителями. Я в процентном отношении точно сказать не могу, но это очень серьезный фактор. И без зрителей, конечно, постановка рекордов без зрителей это просто нонсенс какой-то. Конечно, спасибо всем огромное. И ради вот этих вот минут, секунд каких-то может быть, я готов пахать целыми годами, чтобы кому-то подарить радость и самому что-то испытать. Буксировка коронное упражнение Алексея Медведева. Управляться с многотонными грузовиками ему не впервой. А однажды на тренировке атлет сдвинул с места даже военный самолет. Рекордный вес в 30 тонн на этот раз тоже не устоял. Автовоз медленно, но верно стал двигаться по дороге вслед за богатырем. Таким образом, за год результат улучшен на 3 тонны. В этот раз я с места сдвинул ей с большим трудом уже. В последний момент думал, что все, не смогу. Харламову руку протянул, а он так задел пальцами. Подожди, подожди, вроде пошла. Ну, а уже поехало потом легче. Силы у человека ведь столько, сколько бог даст. Даст, еще буду буксировать. Ну, по ощущениям, пока не исчерпал себя. Есть у Медведева и Харламова и другие поражающие воображение идеи. Одна из них – попытаться сдвинуть с места железнодорожный состав. Олег Романов, Телевизионная служба новостей.